Теперь давайте попробуем разобрать с вами мелодию и просчитать ее вместе. Мелодия очень красивая, это грузинская народная песня, известная каждому Сулико. Она очень простая и нам прекрасно подходит для нашего просчета. Давайте я сыграю все произведение с самого начала. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, сначала давайте определимся, какие у нас ноты. Первая нота Соль, вверху видим аппликатуру, нажимаем третьим пальцем. Вторая нота повторяется Соль, затем мы перепрыгиваем через одну ноту и нажимаем клавишу Ми, затем вторым пальцем Фа и затем Соль, затем выше Ля, затем через одну клавишу спускаемся вниз Фа и снова нажимаем Соль. Таким образом мы будем нажимать Соль, Соль, Ми, Фа, Соль, Ля, Фа, Соль. Все хорошо, но мелодия не совсем узнаваема. Дело в том, что я проиграла все в одном ритме, без выделения каких-либо длительностей. Давайте теперь сыграем все то же самое, но попробуем посчитать и понять, что же это за ноты. Мы видим, что первые четыре ноты у нас одинаковые и заглядывая в нашу шпаргалочку, мы видим, что это не что иное у нас как восьмая нота. Восьмая нота, мы ее будем считать на каждый счет. И давайте просчитаем. Раз, и, два, и. Так, следующая нота, это нота Соль. Мы видим, что она у нас уже отлично от предыдущих. Она у нас без какого-либо флажка, просто соштель. Смотрим и понимаем, что это четвертная нота, которая будет считаться у нас раз, и. Ну, в данном случае, так как раз, и, два, и у нас уже было, соответственно, мы будем считать три, и. И давайте попробуем, то есть нажимаем ее и считаем три, и. И давайте сыграем сначала со счетом. Раз, и, два, и, три, и, и держим. И после этого у нас две восьмые, ля, фа, которые будем считать в продолжении нашего счета. Четыре, и. Четыре, и. И давайте сыграем этот такт с самого начала. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. И теперь рассмотрим второй такт. Давайте посмотрим нашу шпаргалочку. Мы видим, что белый кружочек со штилем, с палочкой, это у нас половинная нота. То есть вот мы ее нажали и должны держать и считать. Раз, и, два, и. Но мы видим, что у нас рядом с половинной нотой есть точка. Что это значит? Точка увеличивает звучание ноты на ее половину. Если половинка у нас состоит из двух четвертных, то половинка с точкой это будет 3 четвертных. Обычная четвертная у нас состоит из двух восьмых, а четвертная с точкой у нас будет состоять из трех восьмых. И так далее. Одна восьмая у нас состоит из двух шестнадцатых, то восьмая с точкой будет состоять из трех шестнадцатых. И давайте попробуем ее нажать и просчитать. Раз, и, два, и, три, и. И после этого отпускаем. Ну и в конце у нас четвертная пауза, которую мы считаем четыре, и. И давайте теперь я сыграю первый и второй такт, нашу фразу, с самого начала вместе со счетом. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Ну и начало каждого такта мы начинаем снова счет с раз. То есть досчитали до конца такта по возрастающей. И дальше снова начинаем счет раз, и, два, и, и так далее. Отлично. Теперь давайте разберем левую руку. В левой руке в первой фразе мы играем одну и ту же ноту, как мы видим. Ну и если вам сложно, то можно заглянуть в шпаргалочку, которую я прикладывала к методическим пособиям к Лебединому озеру. Нота. Находим эту ноту. Басовый ключ. И понимаем, что это нота до малой октавы. Нажимать ее будем пятым пальцем. Мы видим, что длительность ноты до в первом такте у нас целая нота. Целая. Соответственно, мы ее будем считать. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. То есть считаем, нажали ее, считаем и держим до конца такта. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Теперь смотрим второй такт. Второй такт мы видим, что у нас та же самая нота до, половинка с точкой. И, как мы ее уже знаем, половинку с точкой мы считаем раз, и, два, и, три, и. Внимательно смотрим и видим, что нота до и нота до у нас соединены дугой. И теперь, внимание, правило. Если две ближайшие ноты одинаковые, то есть, например, нота до и нота до, и соединены между собой дугой, то вторая нота не играется. А длительность этой ноты приплюсовывается к первой ноте. Соответственно, мы нажали ноту до, и считаем. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. И продолжаем ее держать, и добавляем длительность второй ноты. Раз, и, два, и, три, и. Теперь давайте мы соединим первый такт и второй такт. Мы видим, что у нас нажимает правая рука первую ноту соль, левая рука нажимает ноту до, и держим ее два такта. И давайте со счетом попробуем сыграть. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, раз, и, два, и, три, и. То есть, видите, вторую ноту до я не нажимала. Я продолжала держать ноту до, которую мы нажали в первом такт. Отлично, первую фразу разобрали. Продолжение урока доступно моим подписчикам на канале Бусти. Ссылочку оставлю внизу в описании под видео. И также там будут находиться методические материалы, краткое описание урока, схемы и шпаргалочки по длительностям, которые вы можете применять в дальнейшей игре. Переходите, подписывайтесь. Если у кого-то есть какие-то вопросы, сложности с оформлением подпиской, то пишите мне на почту. Также ее оставлю внизу под видео. Также не забывайте подписываться на этот канал, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok